Дожди в Англии, конечно, часто, но я впервые попала вот под такой ливень, когда я нахожусь на холме, на открытом пространстве. И я так рада, друзья, что я могу вам это показать. Я говорю даже специально тихо, чтобы вы слышали, как шумит этот дождь. Сейчас приближу вам камеру, и лучше это смотреть на большом экране. Вы посмотрите, какой ливень. Просто сплошной стеной. Это суперские съемки. Я очень рада, что мне выпала возможность вам показать вот этот вот дождь английский. А с утра было солнышко, все было прекрасно. И такая хорошая погода. А вот сейчас посмотрите, все, кто успел добежать до своих машин, все поехали быстро домой. А меня, конечно, этот дождь застал, как я уже сказала, на высоком холме. Я нашла дуб огромный. Стою под этим дубом. Ну вот посмотрю, чем это закончится вся история. Я надеюсь, что все-таки дождь у нас такой сильный, и он должен скоро кончиться. Ну давайте все-таки мы с вами тут постоим, подождем и немножко поговорим. Вот такая вот дождливая погода, наверное, все-таки навевает какую-то меланхолию, помимо всего прочего. Это у нас уже 18 октября, друзья. Октябрь, прекрасный месяц, очень красивый. Ну вот дождливый, к сожалению, в Англии. Так вот, пока я тут с вами стою, у меня вдруг вспомнилось. Мне вдруг вспомнилось, вы знаете, Моментом море называется. Одна из моих зрительниц, зовут ее Ирина. Я не буду говорить ее фамилию, может быть, она не очень этого хочет. Но она мне вот написала буквально недавно такой комментарий странный, с которым я хочу с вами поделиться. Вот что вы, наверное, думаете об этом, хотелось бы вас тоже услышать. Она написала. А вот у меня, вы знаете, есть одна такая знакомая, которой 65 лет, и она неожиданно умерла. Вот что вы думаете, пишет Ирина? Как вам там не страшно? Вот вы живете одна, а вот мало ли что случится, вы умрете, и не будет кому вас похоронить. И что же это такое, что вы там будете никому не нужное лежать? Лежать. Ну и друзья, ну я так немножко своими словами, конечно, рассказала. Но вообще-то Ирина, она меня удивила. Я всегда считаю, что нужно, конечно, думать не о смерти, а о жизни, когда живешь. А смерть, она придет к любому, и в 65, и в 20. Если уже срок пришел, то придет и не спросит. Вот что очень интересно. Ну и вот еще вспомнилась мне такая история, что, помню, мы как-то приехали в Тенериф, в Пуэрто-де-Ла-Крус, на Канарских островах. И там был знакомый один моей подруги, мы с подругой приехали. И он из Украины, но он давным-давно живет в Испании. И вот переехал в Тенериф, в прекрасное место, Пуэрто-де-Ла-Крус. Мужчина молодой, ему, наверное, было, по-моему, что-то, то ли 58, как-то так. Вот, на тот момент это было 4 года назад. Так вот, я очень хорошо помню, что мы с ним о многом разговаривали. Он живет один, дети у него, семья осталась вся в Украине. Ну, сложились так обстоятельства, что он один, вот развевшись с женой, приехал жить на этот остров. И он говорит, у меня сейчас одна только мечта. Я хочу побольше заработать денег, чтобы мне хватило на дом престарелых. Представляете, вот он когда такое сказал, молодой мужчина, 58 лет, очень даже приятный, симпатичный, руки, ноги, голова, все на месте. И вот такие вещи, 58 лет он сказал, что у него мечта сейчас накопить денег, чтобы ему было за что платить в доме престарелых. Я была просто поражена. Вообще, конечно, каждый эту тему для себя сам как-то обдумывал. Вот эта вот проблема, когда человек умирает, он остается один. Или, может быть, он считает, что он остается со своей семьей, и ему умирать легче. Ну, вот, помните, как короли обычно показывают, короли всегда умирают в окружении всех. Но это короли. И хорошо ли это или плохо, но чаще всего именно обычные люди в обычной своей жизни, они умирают в одиночестве. Точно так же, как и приходим в этот мир голыми и одинокими, так мы и уходим из этого мира. Голыми и одинокими ничего с собой на тот свет не взять. Но тема такая, конечно, очень обширная. Каждый думает по этому поводу сам. А вот тот вопрос, стоит или не стоит жить долго, это тоже такой грандиозный вопрос. Потому что, вот смотрите, если человек прожил там до 100 лет, допустим, ну или до 90, до 80, это же уже очень-очень преклонный возраст. И получается, что человек уже последние годы, он не особенно счастлив от своей жизни. Как-то это все для меня, например, странно. И он уже доставляет неудобства своим, ну, тем, кто за ним следит, своим окружающим, своим детям, своим родственникам. И стоит или не стоит вот такую вот жизнь влачить. Как-то мне, например, казалось, когда я была молодой, что 50 лет, посмотришь на людей, которым было тогда на тот момент лет 50, а уж тем более 60, мне казалось, боже мой, как эти люди живут, какие бедные они, у них же уже ничего в жизни интересного нет. И зачем влачить вот такое жалкое существование? А потом, когда сам достигаешь этого возраста, то он как-то подходит так незаметно, что ты остаешься в душе точно такой же, какой ты и был в 20-30 лет. И странным образом на тебя навешивают вот эти вот огромные трехзначные цифры возраста. Да, очень трудный и сложный вопрос, друзья. Сама жизнь, конечно, как раньше говорили, жизнь, брая, жить, не поле перейти, да? Но эти все вопросы, они так или иначе возникают перед каждым. И опять я вспомнила почему-то одну женщину, грандиозную, великую актрису, Элину Быстрицкую. Наверняка многие знают ее, а я ее просто обожаю, так как она играла, конечно же, в фильме «Тихий дон», Аксинью знаменитую. И все ее помнят, все ее любят. Ну и что получилось с этой красавицей-актрисой? Ее грандиозная красота и ее популярность абсолютно не сделали ее счастливой. И как вы знаете, что даже у нее муж был такой, который умудрился ее даже отравить, и она еле выжила. После этого она жила уже одна. Ну, хорошо, что у нее там из-за того, что были деньги какие-то, с ней вместе жили, как раньше назывались, приживалки, да? Ну и вот она в таком одиночестве прожила до 91 года. И вот у меня возникает вопрос, а нужна ли такая жизнь, когда уже ее родственники только и ждали, когда же она умрет и когда они смогут воспользоваться ее деньгами. Вот такие у меня сегодня, друзья, получились грустные размышления, хотя дождь был прекрасный, и как-то все вроде было позитивненько и прекрасненько. Ну, а мы с вами вернемся все-таки на нашу бренную землю, и я хочу вам показать еще кое-что. Оказалось, что затих дождь, я вышла уже на тропинку, и оказалось, что он опять начался. Ну, я вот подошла, какие красивые, посмотрите, как редко вот эти красные листья. Эй, красота. Да, дождик, дождик. Я встала здесь под такую маленькую крышу, но, вы знаете, дождь с ветром, и поэтому задувает ветер сюда. Вот видите, я на каком высоком холме. Это же видно наш пролив отсюда. Как красиво. И, знаете, прям болдинскую осень мне напомнили те красные листья. И после дождя, знаете, запах прелых листьев почему-то усилился. И вороны громче закричали. Да, у природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Вообще, конечно, это просто супер. Вот такие погодные явления, атмосферные. Как жаль, что вам не видно вот совсем, что она вот туда, вот даже тем концом. Видите? Вот она какая. Она настоящим коромыслом радуга на все небо. И нужно загадывать желание. И вот в своей жизни, например, я видела такую радугу всего лишь три раза. Представляете? Ну, бывают иногда кусочки радуги. Но, чтобы под таким коромыслом я всего лишь три раза видела. Ой, как красиво! Ну, как красиво! Как я рада, что я могу показать вам эту радугу. Но еще бы, конечно, яркости добавить. Да, друзья, вот такое сегодня у меня для вас необычное видео. Если кто-то ждал опять позитива, то, видите, сегодня я не смогла вам дать какой-то позитив. Но хотя, вы знаете, дождь и осень уж никуда не денешься, но навевает грустные мысли на любого. Ну, а я бы хотела вас услышать, что вы думаете по этому поводу. Может быть, поделитесь своими размышлениями. А на этом я с вами прощаюсь сегодня. Всего вам доброго! Еще увидимся! Берегите себя! Пока-пока! Худо ли, бедно ли, но погуляли. Парижка, пусть-пусть-пусть-пусть-пусть-пусть-пуth goof-пу. Продолжение следует...